Ох, большую работу мы провели, однако. Этот амбар, эта территория. Димас, как ты до этого додумался? Это не просто амбар, это целая фабрика. Наши курочки приносят большие плоды. Быстрее, в амбар, у нас проблемы. Итак, дорогие курочки, неужели вам не нравятся ваши условия? Мы вложили сюда всю душу, чтобы кто-то из вас сливал информацию клану? На каждого бунтаря есть свои методы. Пончик, выводи его! Я на самом деле уже подозревал, что это именно ты тот шпион, который сливает координаты. Ну что ж, ты выбрал свой путь. Пончик, тащи Люсиль. История... РАБСТВА Я знаю, вы долго ждали эту рубрику. И если вы хотите, чтобы она еще когда-нибудь повторилась, то наберите здесь 100 тысяч лайков. Всем приятного просмотра. Да, как обычно, только сажусь монтировать и нахожу очень интересную игрушку. И вам не показалось. Это Сталкрафт. Прошу меня простить за задержки, но я, пожалуй, ее скачаю. Сталкрафт? Да. Это PvP и PvE игра в открытом мире постапокалипсиса. Динамичный шутер от первого лица. Это проверенный временем и стремительно развивающийся проект. Обновление даже чаще, чем у нас тут в Расте. Два раза в месяц. Нелинейный, проработанный, увлекательный сюжет на минимум 50 часов. Если не нравится жанр ММО, то хотя бы попробуй пройти сюжетку. Это тот же Сталкер, но с лучшим вайбом. Сейчас проходит ивент Ария на русов, посвященный тематике мема «Русы против ящеров». Новые скины, оружие, краски и самое главное – славянский зажим. Ну ты понял. Переходи по моей ссылке и получай хорошее стартовое снаряжение для комфортной игры и прохождение сюжета. Отправься в зону приключений вместе со мной. Ну и конечно же, все ссылки в описании. Дело было во время пасхального ивента. Именно тогда в моей голове и появилась эта гениальная идея. Собирал я, значит, яички и никого не трогал, как вдруг на меня нападает чувак с копьем. На этот раз он выбрал не ту жертву. Три шоколадки. Блин, звучит как будто очень аппетитно и вкусно. Именно сейчас я и подумал, что это будет увлекательный бизнес. Но вначале нам нужно было немножко развиться. Лук! О, сюда! Чувак, у него ключ был. Означает ли это, что я сейчас могу ворваться в его дом? А ты знаешь, где его дом? Да. Он только что из дома выходил. Но на этот раз мне повезло. Постановы не случилось. А у него кодовые замки. Может он сам у кого-то ключ свистнул. В это же время пончик наконец-то присоединился на сервер. И теперь нам нужно было с ним встретиться. И все шло бы по плану, если бы пончик не был гением. О, все, спускайся, лысый. Ты куда прыгнул? Ты что, сдох? Я не знаю, как я сдох, потому что я как бы колючку зацепил. Я присоединился на сервер. Зачем ты прыгал? Ты зачем прыгал? Я рассчитывал на мягкое приземление. Пока пончик очередной раз пытался до меня добежать, я услышал взрывы неподалеку от меня. И мой интерес перевесил чувство самосохранения. Я отправляюсь прямиком туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу этих двоих. Они прямо передо мной. Не, я могу подождать. Может кто-то умрет из них? Один из них умер! А, меня убили. Так вот, пожалуй, с этого все и началось. Сейчас я вам докажу, что все случайности в этой игре совершенно не случайны. Я замечаю неподалеку от меня двух фармеров, с кем и пытаюсь поговорить. Что делаете? Убери оружие, мне страшно. Убери оружие. Я тебе не доверяю. И хоть они были не очень-то сговорчивые, я продолжал пытаться наладить с ними контакт. А вы можете чуть-чуть дерева дать? У вас топоры. А я это... Я вас благословлю за это. И вы выбейте калаш через... час. Гол к нам в тему. Давай. У нас сейчас... Ну, мы тут не главный, а у нас есть это... главный. Нифига себе, тут какая-то... Не уходи пока далеко. Тут какая-то история завязывается уже. После того, как они дофармили дерево, эти два славных паренька отводят меня непонятно куда. Но мне было интересно, чем это все закончится. Погнали. А вы как? Вы у них... как тиммейты или как рабы? Сможешь пробавить микрофон? Я не слышу. Тут построиться хотим. Вон, 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 челик. Челик, челик. Челик, челик. Ты кто? Я фармер. А это кто? Адвикат не у нас. Не предводишь, не у нас. Блин, я думаю, надо им помочь оружие выбить. Они оказались славными ребятами, и никто из них не захотел меня зарубить топором. На что, если честно, изначально и был расчет. Но они сделали правильный выбор. Судя по всему, они очень опытные, очень серьезные. Давай елки им принесем. Да по-любому сейчас что-то выбьем. Ну-ка. Они еще, видишь, вообще гении строятся где-то на отшибе карты. И пока Пончик с Илюхой пытались до меня добежать, я пытался найти нам первое оружие. О, я пальп нашел в ящике, слышь. И носок еще нашел. Ой, я заспанился рядом. Может мы тут дом построим где-то? Прикольное место. Ни фига себе у моей булавы от дачи какая. Потом мы наконец-то встретились с моими друзьями. И первым же делом отправились к Георгу. Ведь именно он был хозяином этой зеленки. Георг, а ты можешь добавить двух моих друзей? А-а-а, это мой дом. Это мой дом. И только мы собирались построить временное укрытие, мы слышим звуки выстрелов, которые были неподалеку от нас. А нам нужно было это оружие. Вы где? Вначале я подумал, что это какая-то ловушка. Но терять мне было нечего. Поэтому я спускаюсь вниз. Ай! Ай! А-а-а! Я упал, чуваки. Поднимай, брат! И смотри дырку. Он сейчас поднимется с двушкой. Лежать, лежать, лежать. Залазите, выпал. Сейчас перезаряжусь и прыгнем вместе. Вантеради, вантеради снизу. А-а-а-а! Копченый. Хит дал с лука. Забирается, забирается, забирается. Поднимается, поднимается, поднимается. Пошти, забрался. Забрался. Он умер. Хорош. Пошти, ты умер? Ты еще лезешь. Да, да. Я снизу нокнутый. Иду, брат, иду. По-любому у Хазика должно быть что-то. Поднимайся наверх, пончика надо лутать. Блин, страшно вниз прыгать. У него гранаты есть. Он по-любому сюда шел гантрап разбивать, правильно? Но так как гранаты были теперь у нас, мы это сделали за него. Чувак там открыто, стой, иди сюда. Илюха. Иду. На, похилься. Если что, запомни меня как настоящего воина. Я снизу. Убил еще. Хороший. Еще убил. Прыгаю к тебе. Тут еще 50 человек сидело нафиг. Нафига их тут. На улице, на улице, на улице, на улице. Я, 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 я. Понял. Это что за бред был? Дайте что-нибудь. Тихо, дома встал. Открывай двери. Я не знаю, человек так много тут сидел. У них под дверью мы просидели больше пяти минут, но выходить на улицу они явно не собирались. И так как у нас появилось уже хорошее оружие, нам нужно было отправляться строить свой собственный домик. А по пути к супермаркету я замечаю интересную базу, на которой сидел голый берданщик. И тут в моей голове появился коварный план. Ой, я вижу этого типа с бердой. Не знаю, может его забайтить? Может берда ко мне упадет? Зачем ты стреляешь с крыши? Ну зачем? Не, берда не выпала вниз. Не повезло. Попытка была хорошая. И вы просто взгляните на эту ровную площадку. Именно здесь мы и решили начать строительство. Надо пару дверей сейчас фармануть. Пойду бочки порублю. Надо, а то сейчас нас выселят, как в прошлый раз. Мы уже были обучены и понимали то, что нас могут выжечь за один молик. Поэтому отправились фармить металл. И как раз в это время я замечаю двух таких же фармеров. Но кроме булавы с собой у меня ничего не было. Мне нужно было дождаться подходящего момента. Но даже с булавой в руках я чувствовал себя настоящим самураем. Вырубил! Хорош! И хоть они пытались задавить меня толпой, я все же смог с ними справиться. А еще на их территории я заметил слабое место. Так тут к типу можно забраться на крышу. Но чтобы проворачивать этот план, нам нужна была лестница, которую надо было изучить. Офигеть, Бур, сюда! А камней-то нету! Но это не важно. Все компоненты, которые у нас появлялись, мы сразу перерабатывали. Тут внутри чел ползает. О, блин, ты не убил! Спасибо. Еще есть. Надо отойти у меня. Блин. Я у вас шоколадки посъедал. Ха-ха-ха. Так, ну у нас металл-дверь появилась. Можем пожить. Ю-ху! Теперь мы могли фармить спокойно, ведь понимали, что за один молик нас никто не выселит. С крыши наяривает. Это вот этот, который стреляет, да? Вот это вот его? Походу, да. А через забор мы как перелезем? Там у него можно запрыгнуть. Его бы по-хорошему на КД поставить сначала. Может с собой Пэшку взять какую-нибудь? Взяв с собой двушку и Пэшку, мы отправляемся прямиком к ним на разведку. Нам нужно было узнать, что нас ждет на этой территории. Я его убил. Он кельнулся. Ай, блин, меня другой с крыши убил. Сейчас пойдет меня лутать, вы можете его законтрить снизу. Да, к тому, что там активизируется вторая вышка, я точно не был готов. Но теперь мы понимали, что нас там ждет. Ладно, я сейчас приду с Томиком туда, надо будет сейчас сделать грязь. Он стреляет по тому дому, который дипали. Это второй. Ну сейчас меня один будет лутать, походу. Ну я тут сижу у выхода. Бежит, бежит, бежит. Сейчас я его хлопну. Прыгает, прыгает, вот. Куда ты полез, Илья? О, с другой вышки херачит. А, 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 а. Ты жив? Да. Лоу, но жив. Меня не полутали. Конечно. Убил его, берда. Берда вниз упала. Вот этого лутай. Тихо, тихо, тихо. КПП. Хит. Один хит в нем, он на КПП. Он умер. Хорош. О, лутаю, типа лутаю. Я могу стану кого-то из вас. Буст нужен. Ну-ка, ну-ка встань, встань, встань. Давай, давай, давай. Илья, бусте. Я запрыгнул. Я запрыгнул. Я могу к нему на крышу залезть, к тому, который сверху. Он тут, Дим, он топает по металлу. Он наверху? Ну, он по металлу топал в доме. Но мне топ-сет. Берда вниз улетела. Вон туда вниз. Я видел ее, видел ее. Я не знаю, смогу ли я потом отсюда выбраться. Чувак, это проблемка. Я спустился. Я отсюда не выберусь. Мне буст нужен. Тут двери открыты какие-то. На, херня. У меня был бустик. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты упал на ту сторону вниз, что ли? Да, 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 вот я в дырке. Но этот парень со своей территории отпускать нас не собирался. Он взял калаш и сел в отстрелку. Ой, чувак. Где он? На крыше. В отстрелке. Под крышами. Но все же мы нашли способ отсюда выбраться. Ух! Во, хорош. Он в отстрелке аккуратно под крышами сейчас будет, Дим. Ой! Я жив. Удивительно то, что они просто боялись выйти на свою территорию. Но нам это было только на руку. Давайте Тонку передам на ту сторону, где ты сейчас. Давай. Не-не-не, забей. Ты можешь не лутать, я сейчас приду. Окей. Все, я сейчас прибегу. Справа выходит, Тип. По мне кто-то стрелял справа, по-моему. Не, он жив, ему больше. Ему, ему нормально, он жив. Я отошел. О! Илья кому-то вжбан дал. А есть, Марик, еще тут что-то облутать или что-то сделать? Тут на хате прыгает, смотри. Ну, блин, пока там Тип в окне стоит, в этой щелке. Фиг его выкуришь. Ну да. Вижу его, стой. Тут? Да, 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 на крыше здесь. И тут у Пончика созрел гениальный план. Просто его забайтить в вольс-чате. Подними меня, подними меня, быстрее, быстрее, подними. Подними, быстрее, я тут. Поднимаю, поднимаю. Да. Но чтобы мы не пытались сделать с этой базой, это нам не помогло выманить его из дома. И тогда мы и вернулись к его соседям. У него тут дверь открыта. Можем тут сесть и ждать, пока он выйдет. Пикет на крыше. Я внутри у него в дверях встал. Он нас видит. С другой крыши видно нас. Он закрой дверь, закрой дверь, подними. Будем дипать. Поднял. Я его убью. У него закрылась дверь. А мы можем Илье как-то передать? Тут есть варик? Нет? Тут щель нету? Нет. Блин, вообще никак. Hello, my dear friend. Блин, он сейчас нас в базуке бахнет, я чувствую. У него получилось нас обхитрить. Мы были заперты в его отсеке, откуда выбраться мы не могли. И самое печальное, что все пушки находились в нашем инвентаре. Нам срочно нужно было импровизировать. На улице кто-то в ботинках. Через забор мы бы перекидывали, Димас. Не, не получится перекинуть. Да, чувак, это бред какой-то. Она как говно перекидывала. О! Четко. Пистолетик. Ну-ка, стой. Проблема в том, что у них, по-моему, выход есть в две стороны. Ну-ка, прыгаем. О! Так. А, подожди, я могу Илюхе через забор кинуть? Так я же за это и говорю. Перекидывай, Илюха, забирай. Одно полетело, одно полетело, пэшка полетела. Все, кроме двушек скидывай, двушек. Есть, открыл дверь. Убил. Огненатурель меня убила. Перекидывай, перекидывай, перекидывай. У тебя время есть еще. Илюха, все перекинул. Я жду, пока он откроет еще дверь, и сверху ему дезантирует. Дима, 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 там впритык слева стоит турель огненная. Блин, он вышел с калашом. Дроба Виктор. У него ник Дроба Виктор, чувак. Дима, мы с тобой играем на каких-то странных серверах. То читеры, то лаги. Может быть, нам стоит все-таки найти нормальный проект серверов? Такой как Magic Rust. У них есть единственная в СНГ улучшенная классика без доната. Да, вы не ослышались. Без доната. Она такая одна в своем роде, с высоким онлайном и низким пингом. И честно говоря, я думаю, что и сам там зарублюсь. Модерация на сервере не играет, а пристально следит за сервером. Чистит читеров, тщательно их проверяя. Ведь поверьте мне, на официалках можно об этом только мечтать. Ну а для обладателей слабых ПК я могу посоветовать новый MaxFPS сервер. Все, что в расти сильно нагружает комп, из-за чего вы ловите фрезы в игре, здесь выключено. Тиоа пропадают мгновенно. Дома гниют гораздо быстрее. И что самое классное, что лут из бочек сыпется сразу в инвентарь. Поверьте, это очень удобно. При этом игра визуально практически не меняется. А если у вас нет времени сутки развиваться, рекомендую вам сервера для быстрого развития. Их, к слову говоря, очень много. И самое главное, введя мой промокод чист на ваниле, ты получишь бесплатный доступ к команде скин на 7 дней. На мод серверах вас ждет привилегия VIP на 2 дня. Его также можно ввести в магазине и залутать 50 рубчиков. Но тебе нужно поспешить. Промокод в магазине действует всего 3 дня с момента выхода видоса. Так что вводить его нужно прямо сейчас. Уже сегодня на серверах прошел вайп. Заходи и кайфуй. Ссылки в описании под видео. Хорошо, что в нашей команде был агент, который смог все подсейвить. И теперь мы могли вернуться к ним снова, не с голыми руками. Но у них план, конечно, вообще нормальный. Сразу видно, не новички. Нам нужен буст. Одного убил? Он с томиком, походу. А один на крыше сидит. Я ему хит дал. Давай, давай, вставай, буст. Вставай, буст. Люк, ты где там? Плюс берда. Там с дома, по-моему, глядя. Что, придурок? Илья. Он снизу, Дима, под этой вышкой. Убил? Андроба, Виктор. У меня 8Х есть. Ой, на крыше. Еще убил. Они отыгрывали по своей прекрасной тактике, сидя в двух домах. Но даже это им не помогало. А потом я и вовсе нашел слабое место в их доме. И теперь, чтобы подняться в отстрелку, им нужно было пройти через меня. Убил еще. А мы вряд ли, да, сможем как-то пробить сейчас. Блин, смотри, сколько там ящиков. Блин, жесть. Ну-ка, вот так просто приседай и смотри вот в эту фигню, он там сидит. Да я вижу. А я пошел попробую сейчас тут попристраиваться. Мы знали, что у него на крыше можно будет залутать пару хороших пушек. Именно поэтому я и решил попытаться туда пристроиться. А, сейчас будет весело запрыгивать. Давай. Не, нормально. Режу, вроде. Вот резнулся, резнулся, резнулся. И там, и там, и там заспанился в обеих. Чувак, а у него тут все открыто, походу. Убил, 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 убил. Можешь лутать его справа. Справа крыши. Не получится? Я не достаю. Блин. Ну ладно, я посмотрю, что тут у него в доме. Слышь. Может он дверь сейчас откроет здесь МВК? Я должен как-то спрятаться у него в доме и дождаться, когда он откроет дверь снизу. Я спрятался, я спрятался. Может он меня не заметит? Да уж, этот дом выглядел максимально странным. Но мы понимали то, что до лута здесь остается всего лишь одна дверь. И что есть маленькая вероятность, что он меня не заметит и откроет ее. И тогда я бы посмотрел, что таится в этой базе. И вы не поверите, но просидел я здесь больше 20 минут. Хозяин дома отказывался появляться внутри. Хорошо сидим. Птичка поют. Сальвадор 15 минут назад был в этом. В онлайне? Ну я его видел под 15 минут назад в последний раз и попал в игре. Ну отпускать такой шанс было просто глупо. Поэтому я продолжал здесь сидеть до последнего. Двое вышли на улицу. За тобой идут, чувак! Переиграл и уничтожил. Что, может время свалить отсюда? Сваливай, сваливай. Я бы свалил. Потому что уже надоели, если честно. Просидев еще около 10 минут, когда ребята ушли, случается чудо. Открыл дверь. Чувак, я забрал в дом! Хорош! Я дождался, я дождался этого момента. А каким это образом? Каким образом? Этот парень явно был в шоке от происходящего. Он просто не понимал, каким образом я смог забрать его МВК-дверь. Чувак, что за бред? А как так получилось? Он открыл дверь. Он, наверное, пароль хотел ввести и разлучил дверь. А, он не знал, что ты там, да? Конечно, он не знал. Откуда он может знать? О-о-о-о! А дерево нет. Есть дерево. Ребята, у нас новый дом появился. Мне нравится. Вообще топ. И теперь прежний владелец этого дома не понимает, почему на этой двери стоит другой пароль. Каким образом я... Здравствуйте. Пока. Он голый был, он голый был. Ты мне скажешь, каким образом я... Что тебе сказать? Ну, откуда пароль? Теперь, чтобы он не мог сюда попасть, нам нужно было придумать, как здесь все застроить. Ведь мы не знали, есть ли у них ракеты, которыми они смогли бы нас зарейдить. Так, подожди, я дом улучшаю. О, идеально! Мне хватило, чтобы все здесь улучшить. Ха-ха. Прям притык? Ну, прям идеально вообще сделал. Ха-ха. Все, у нас дом есть. МВК-кубик. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ребят, как вы относитесь к тому, что у вас появились новые соседи? Почему я клоун? Зачем ты голос поменял? Никто ничего не менял. Это мой настоящий брутальный голос. И голос поменял, и пароли в вашем доме поменял. Не человек, а легенда. Ха-ха. Это не наш дом был. Ну да, пароли же ты тоже не вводил. Блин, я просто знаю, что это дом на вот этого малого, который с вами пришел. А зачем он сидел на крыше, понимаешь? Карма пришла. Короче, чтобы жить на нашей территории, вы должны платить нам дань. Ну давай. Странно, конечно, но договориться с ними у нас не получилось. Они были, ну, очень слишком агрессивно настроены. Мне кажется, они уже собираются переносить ресурсы с этого дома. Ну вообще решение правильное, я считаю. Ну в принципе. Тут МП-5 лежало. Ой, это он стрелял. У нас тут будет личная комната. Точнее, комната с личными типами, которые будут на кровати появляться, понял? Они не давали пройти моим друзьям, и за это мне пришлось с ними разбираться. Умер один. Второй умер. Вот, я могу сейчас на терку зайти. Вкусно. Ай, он меня убил. Мы продолжали с ними рубиться за эту территорию. И уже спустя 5 минут мы замечаем кое-что интересненькое. У нас билда бьет у них! В упор! Не, не, билдинг блок бьет. Смотри! С улицы. С Бердой. Ты можешь попробовать крышу открыть. Но прежде чем пытаться руинить их дом, нам нужно было застроить выход. Ведь нас постоянно пытались убить рандомные бомжи. А также попутно я продумывал, как мы будем попадать в наш домик. И ничего умнее, кроме как построить просто шахту вверх, я не придумал. Я сделал пристройку, теперь вы можете подниматься домой. И теперь настал момент истины. Сможем ли мы у них открыть потолок путем улучшения крыши? Он ПНВ врубил. Поднял. Открыл гаражку вот тут. Дима. Дима. Смотри, что я сейчас сделаю, Дима. Дима, смотри, что я сейчас сделаю. Я нифига не вижу. Смотри! 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 Для тех, кто не понял, Пончик просто застрел их выход колючками. И теперь они выйти на нашу территорию не могли. Мы точно еще не можем? Подожди, а если продлить билду сюда? А попробуй, попробуй. Отведи фундамент. Подожди, мне почему-то кажется, что наш шкаф почему-то главнее вражеского. И теперь, понимая, что мы в выигрышной позиции, я пытаюсь с ними договориться. Я же говорю, предлагаю вам стать нашими фармилами. Что скажете? Это как-то грустно, наверное. Странным образом улучшить крышу мы у них не могли. А вот заруинить их отстрелку было просто идеальным решением. Знаешь, что мы можем сделать? Че? Мы можем заруинить у них отстрелку. Думаю, не только отстрелку можем заруинить. Я им застроил тут, смотри. Че за дичь? Ты это видишь? Все, у них отстрелка не работает вниз. Больше. Конечно, они могли заремовывать все наши постройки. Но для этого им нужно было избавиться от нас. Че, урабатывал кого-то? Нет. Ай, нет, нет. Еще один. Поддеви, пончик. Я валяюсь. Короче, тут вариант такой. Ты его байтишь, я убиваю, забираю второй калаш. Вижу его. Чувак, лутай его. Там второй, аккуратно. Забрал, 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 забрал калаш. Рож. Аккуратно он тебя сейчас с крыши примет. А как? Как он меня может принять? Ты посмотри на эту крышу. Калашик домой. Калашик папочке. О, я вижу его. Я упал в буферку. Вы можете меня спросить, почему я просто не вырубил эти кровати. Но тут все просто. Мне было интересно посмотреть на реакцию прежних владельцев этого домика. Но сюда проваливался не только я один. Илюха. Как дела? Давай, Илюха. Давай. Ой, они пытаются по колючкам пролезть. О, это уже на улице он дает. Он меня убил. Пончик. Он идет. Он ушел. Все, поднимай меня. Прикинь, в каком он шоу. Ой, он умер. У него двери открыты. Да там же 300 дверей и турели. Типа, что толку? Она, слышишь, но ему эта херня мешает прям сильно. А нам не мешает, смотри, к нему туда попасть. Не хочешь туда попасть, к нему? Смотри, поворачивайся направо, я никуда не двигаюсь. Смотри, направо, билдинг-блог. Налево. Билдинг-привилеж. Нормально, слышишь, дома у нас? Классный. Подожди, а я правильно понял, что мы можем сюда просто гантрап нас память? И они будут умирать от гантрапов? Честно говоря, я и сам не понимаю, как это все произошло и почему наша билда била к ним в упор. Но после небольшого сопротивления, эти ребята внезапно куда-то пропадают. И у нас появилось время заняться своими делами. Они все гаражки закрыли, походу будут счастливать. Я думаю, они поняли, что сопротивляться смысла нет. Это кто вообще? Тут твой папа, а как он тут оказался? Ты моего папу нашел? Корса вышел, парни. Корса вышел. Гробовиктор тоже? На самом деле было грустно, что эти ребята сдались так быстро. О, подожди, я сейчас себе костюм сделаю топовый. Я же Чикин Кинг, я забыл об этом. Че, как у вас дела? Как у вас дела? Ну вот, у меня сейчас вот три берданки, один ревик. Машина. А че, у вас там рейдили, что ли? Нас? Ну да, у нас дом один за рейди. Я сейчас вот кибу построил один на один. Какой звук у меня смешной, когда бегаешь. Вы просто на меня взгляните. Теперь я был гроза на этом районе. Приодевшись в самые опасные костюмы, мы отправляемся на поиски фармеров. И сейчас, пока наши соседи сладко спали, у меня появился гениальный план, как устроить им сюрприз на завтрашний день. Именно поэтому нам пришлось переработать все, что было в этом доме. А еще мы наконец-то поставили второй верстак. О, какой приятный звук. Все, я изучил хилки. Теперь можно будет и поиграть. Нам бы сюда печки какие-то. Уютный домик, да? Угу. О, я могу разрывное изучить. О, это надо. Так третий бенч. Третий бенч это не проблема. С разрывным можно было бы порейдить какие-то бомжатники возле нас. И только мы собирались отправиться в подводную лабораторию, как вдруг неподалеку от нас мы слышим это. Это че? Я пошел. А нам как раз таки нужна была сочелька на изучение, чтобы провернуть наш коварный план. Подхатый прям у него. У одного пистолет какой-то, а у другого хозачок. Калаш! Я курочкой рябой иду сносить яйца. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Оба мертвы. У него сочель. Тут че? Что-то они тут рейдили. А, вот че они рейдили. Соло дверь бахали. Но пока мы пытались прикинуть, как попасть на крышу этого здания, к нам снова приходят они. Один мертв. Чувак, вообще в него не летит. Надо пушить. Там двое, двое, двое. Далому хит. О-о-о! Так, это мы лутаем. А где вес его холма? Там третий был. Вы третьего тоже убили? И только мы забегаем домой, как вдруг мы слышим очередные взрывы сочелей. И удивительно, что они были в той же самой стороне. Двое минимум, но я думаю трое. Павел шесть минус. Яду. Сейчас поднимать буду своего друга. Ай! Трого убил. Ну все, они мертвы. Мы куриная мафия. Тут 40 кп осталось у двери. Ой-ой-ой-ой. О-о-о! Ой, бур. Бурчик. Рейдить дальше этот дом смысла не было. Нам было интересно, что будет за этой дверкой. И забрав отсюда бур, мы отправляемся фармить серку. Нам нужно было очень много всего наплавить. Хорошо, когда есть тиммейты, которые любят пофармить деревца. Давай-давай, работай. Дерево много надо. А ресурсов на Сочери нам нужно было приличное количество. Все оставшееся время я проводил с буром в руках. И вот в один прекрасный момент, бегая по пустыне, я замечаю, что работает гигантский экскаватор. Я понимал, что шансов отжать его в соло у меня немного. Но все же решил рискнуть. Я внутри. Они МВК копают. Вот забежать я сюда смог, а выбежать. Один у меня. Я забрал. Я бегу в сторону. Я бегу в метро. По мне трое работают. Трое работают. Я в метро. Попали. Я в метро ухожу. Блин, я буду драться с ними. Но пока я пытался разобраться, почему у меня не работает прицел, ко мне беззвучно заполз чувак с МПшкой и просто меня стер. Но на этом останавливать свои попытки я не собирался. Ну, я предлагаю вам ко мне все-таки прийти. Можно просто с двушками. Я нашел путь, как сюда попасть. Два дизеля осталось. Так, где там Чел сидит у них? На самом верху, да? Вот на этой штуке вроде. Я могу по нему пострелять, хочешь? Не-не, не надо. Он мертв. Где они? Пока не вижу. Вижу, один внутри сидит. Одному дал хит. Убил. Еще одного. Я бегу. Два хита ему дал. Два хита. План был такой. Пока я их полностью отвлекаю и сражаюсь с ними, ребята воруют МВК и относят домой. Одного я там посолу убил. О, у них там пулемет есть. Еще один умер. Так, вижу его. Убил. Еще убил. В принципе, было очевидно, что отсюда выбраться я не смогу. Но они вряд ли победили, потому что Chicken King номер два унес кучу МВК домой. И сразу после этого под нашей территорией начались странные движения. Очевидно, кто-то из них за нами проследил. У нас типы с халашами под домом. Один минус. Типы, которых мы убили, короче. Чуваки, а где этот тип? Подожди. С халашом. Откуда он взялся? Он ничего не лутал. По ощущениям, было понятно, что они что-то замышляют. И нам нужно было подумать, как укрепить наши ресурсы. Но первым делом, вокруг дома я раскидал спальники. Так, ну у меня теперь хотя бы есть спальники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть спальников. Хорошо. Не, дом у нас атмосферный вообще. Мне нравится. Мы, как обычно, живем в каком-то говне внесуразном, понимаешь? Ничего нового. Ха-ха-ха, блин. Жесть. Все, пончик начал заниматься домом. Дима. Че? Посмотри на меня, посмотри на меня, Дима. Ай! Ты че надел? Это че, жареные крюшки получились, или че? Это жареная курица, которая хавается. И пока мы занимались домашними делами, к нам постоянно приходили соседи, которые пытались нас убить. Одного убил, скорее всего. А второй? На дороге. Убил. Я выхожу, да? Квадратный. Да, подожди, это те же типы, реверы квадратные. А, воскет, смотри, лежит мертвый. Мы понимали, что дело пахнет рейдом, и укрепляли защиту нашего дома. Давай. Хорошо. И булову возьми какую-нибудь, замахнись. Вот он, настоящий растер. Вот именно так я представляю растеров, которые сидят на крыше. У нас кто-то возле дома бегает, нас чекают. Но нас это ни капли не волновало. Мы занимались атмосферной составляющей нашего дома. Если они зарейдят этот дом, они будут видеть, что здесь жила счастливая курочка. Очень счастливая курочка. Это вообще легендарные скрины. Красота. А еще знаешь, на фоне вот этот вот маяк? Чисто знаешь, смотрящий. Смотритель маяка. После я пробежался вокруг нашей территории и заметил то, что у наших соседей открыты двери, которые мы как раз таки пытались дипать. И мне стало интересно, открыты ли у них двери дальше. Ау. Все, минус стрель у них. А, там еще одна дверь. Но это все меняет. Теперь нам нужно было 24 сачели, чтобы пробахать потолок. И все оставшееся время мы потратили на плавку и крафт. Пока они сладко спали, мы могли кое-что провернуть. И вы не подумайте, что мы просто хотели их зарейдить. Нет, это далеко не так. А кто в хазике прыгает? Сейчас сюда столько людей, кстати, придет. Я пойду в кусты, наверное, сейчас с МПК от Косяда. Вы же жители тут случайно нет. Да ну сколько можно? Ух уж и тиреиды сачелями. Ну а стрелка реально хорошая у них вообще. Замечательные. Минус потолок. Тут шкаф. А они все задеспавнили. Деспаунили. Чувак. Мне кажется, они уже не вернутся. Но тем не менее, мы решили убедиться и пробурить еще одну стеночку. Вы же знаете, это мой самый любимый контент. О-о-о-о. О-о-о. Деспаун. Это был плотный диспаун. Пацаны, это джекпот, гайз. О-о-о. Парни, это оку. Подожди. Это оку. Нифига себе. Ну понятно, это фул деспаун. У типов нормально пригорело. Мы не были уверены, что они полностью все задеспавнили. Но рейдить их полностью смысла никакого не было. У нас была совершенно другая идея. Я решил в двух комнатах поставить свои спальники в надежде, что они когда-то зайдут и откроют сами гаражки. И застроить все так, как и было до нашего рейда. Все. Вот так мы и сделаем. Смотри, теперь мы застраиваем так, как было у него. Ну я надеюсь, сработает наш план. От слова сработает, там будет только сра. Ну они могут не зайти просто и все на сервер больше. Оставлять шкаф в центре дома было супер опасно, поэтому его мы решили сместить в буферную зону, где никто бы и не догадался, что он здесь стоит. Потом мы, естественно, перенесли сюда все основные ресурсы и отправились отдыхать. Первый день был слишком насыщенным. Я уже захожу. Не убивай там всех, пожалуйста. Следующий день меня встретил с того, что Пончик сказал, что нас кто-то чекает. И скорее всего, нас должны были прийти рейдить. Халло. А у вас есть берданка, пожалуйста? Мы еще эти челы, все берданки отобрали. А еще прежний владелец дома все-таки появился на кровати. Это ты пристроил ему выход? А, да, Илюха. Это Илюха. Он у нас на тере, чувак. Он у нас на тере. А, щекин, давай я... ...с района. Иди отсюда! И друг его на крыше сидит, кроет. А как он сюда попал? А, через лестницу? Над лестницей с ним. Слушай, нам придется их зарейдить. Понимаешь, мы сейчас тут куриную армию свою соберем. Что они будут делать? Они будут убивать наших курочек. Спасибо. Вчера он не такой борзый был, когда один был. Он умер. Не кажется, или еще кто-то сюда стреляет? Не кажется. Короче говоря, со всех сторон активизировались наши соседи. И они все любили пострелять по нам с крыши. И нам с этим нужно было срочно что-то делать. Прыгает. Он умер. Лестница есть? Да, да, щас. Может, у него все открыто будет? Вэйр. Ну-ка, ждем. Ждем, он сейчас будет выходить на крышу. Посмотрим, что у него внутри есть. Он на трупе валяется. Слышит, скорее всего, не построились. А, ну вот и наши соседи. Как классно на крыше сидеть. О, я ему голову дал, чувак. Я ему хит дал. Вот он бежал. Ты, походу, из печек даже вынес все, понял? И так как у него уже ловить здесь было нечего, мы отправляемся в гости к нашим другим соседям, которые любили пострелять по нам с крыши. Там болт, Дима, ну его нафиг. Страшно. Сколько нам лестниц надо, чтобы забрать его болт? Там три этажа. Четыре. Четыре лестницы минимум. Откуда он по мне стреляет, господи? Предлагаю пойти сейчас наказать их. Руферов. Только надо подкрасываться вообще с какой-нибудь стороны беспалевно. Чтобы они ничего не поняли. Сейчас нас увидит, будет по нам крыть. Сиди. Не-не-не, он не видит нас. А нет, он меня увидел. Нет, он меня не видит. Он куда-то вдаль смотрит и меня не видит. Справа сидит. Сиди-сиди сладкий. По-моему, он увидел нас. Он нас видит. Ха-ха-ха. Он нас видит. Че тут делаем? Крыша. Пекает. Дал голову хит. Он умер. Поднимается наверх. Сет забрал. Сюда! Че тут делаю, говорит? О, так у меня теперь болтик есть. Дом у них выглядел не очень-то серьезно. Ну, рейдить их пока что нам было абсолютно нечем. Да и на данный момент нам хватило того, что мы у них выбили болтовку. Ха-ха-ха. Дострелялся с крыши. Че, а че вы тогда делаете? А че вы делаете тут-а? Как думаешь, он поднимется еще раз на крышу? Ха-ха-ха. С берданкой разве что? Ха-ха-ха. Они там до сих пор местятся, смотри. Так это, кстати, калаш под нашей хаткой там стреляет. Слышишь? Опять. Странно. Очень странно. Но нам на самом деле сейчас эти файты как будто вообще не нужны. Нам сейчас нужно будет заняться нашим главным бизнесом. Поиском курочек. О, сосед пришел. Но все же не сходить на выстрелы калаша, тем более возле нашего старого дома, мы не могли. А вот и калаш стреляет по нему из дверей, да. Гасим, гасим. Давай убивай ему, хазмат. Он умер. Минус. Один наверху на камне. Он за камнем сидит. Два хита дал. Он ушел за стенку, я лоу. Голову хит дал, минус. Тебя убивают. Убил двоих. Убил. Ну сколько бы мы не убили здесь типов, их приходило все больше и больше. Так мы познакомились с кланом 002, который жил возле маяка, вот в этом маленьком домике. Кстати говоря, это именно они и зарейдили нашу первую кибитку. Впереди нас ждало очень много работы, ведь чтобы реализовать нашу задумку, нужно было очень много всего изучить. Так, вопрос на миллион, подожди. У нас второй верстак есть? Есть. Лифт, по-моему, тоже тут. Блин, а че так дорого? Зачем нам лифт, вы можете меня спросить? Потому что мы устали постоянно подниматься по этим лестницам. Проще было просто нажать на кнопку, чтобы лифт приехал сам. Кнопку на дверь повесь просто и все. Ну слушай, прикольно, прикольно. Теперь мы избавились от самой большой нашей проблемы по заходу в дом. А также обрели новую. В виде нашего любимого соседа, который любил пострелять по нам с крыши и прийти к нам с двушкой и с лестницами. С че, взвушкой? Ты че тут забыл? Bottom floor. Ой, блин. Чтоб я тебе еще раз поверил. Чтоб я тебе еще раз поверил. У нас дип на крыше, голый, слышишь? С двушкой? Голый. О, привет. Привет. Классный дом у вас. Ага, ясно. Вы че, зарейдили нас или че? Ну видишь. Мы его ждали, ждали, а он не... Да, да, мы тут для вас комнату оставили еще одну. Тут ваша комнатка, видишь. Две кровати. У нас в доме появился прежний владелец этой крепости. И он явно не понимал, что здесь происходит. А ну, на пример. Слушай, тебе подходит этот костюм? И в это же время к нам приходит наш любимый сосед. И он был не очень адекватным. Выходи, это... Школьник, иди, школьник, иди нахуй, пожалуйста. У тебя голос убогий, блядь. Такая-то, мать... Работу отправь, может, это даст чуть-чуть. Слушай, короче, у нас для тебя есть работы. Ну, мы тут набираем армию цыпочек, что скажешь? Мы будем тебя кормить, будем за тобой ухаживать. Но его это предложение не очень-то устраивало. Ладно, я пойду, пожалуй, может, позже подойду. Сосед настолько на нас обиделся, что поднялся на крышу. И ближайший час его геймплея будет выглядеть примерно так. На, хит. Еще на. На, тогда еще ему лицо повесишь. Смотри, раз, получается, два, три, четыре, пять этажей. Одна лестница, полтора этажа. Только там турка. Я не знаю, стыльно есть или нет стороны этой херни. Я ща разобью эту турель, которая стоит. Гранатами подползую и закидаю ее. Ай, блин, турель. Дал хит ему. Я взорвал гранаты. Там стыльно нету турель? Неа. Как он вяжет, чувак? Минус болт у него. Болт или элка? Элка. Сейчас он расстроится, когда он узнает, что у него минус элка. Я, конечно, мог отнести ее домой, но решил попытаться взорвать его турельку. Чтобы расстроить его сильнее. Но я не рассчитывал то, что граната упадет мне на лицо. И, конечно же, он продолжил сидеть на крыше. Пук, 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 пук. О, элка. Привет. Что он говорил, у него элок много? Элки больше у него нет. Попал? Нет. Да, четко. Прямо. Кидай, прям как надо. Поднимаюсь на крышу. Он спрыгнул вниз. Он сломал ноги, он упал. Он поддал, блядь. Иди сюда. И вы просто и представить себе не можете, насколько сильно у него сгорело. Привет, мальчик. А где турель? Где турель? Где турель? Войсченджер! 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 Где турель? Войсченджер! Где турель? Мать с ревутвои... Турель где? Честно говоря, таких токсичных ребят я не встречал довольно давно. Но эта история с ним еще не заканчивается. Если хотите увидеть полную версию его горящего пукана, то заходите в мой телеграм. Че, че, мы теперь вдвоем будем сидеть? Подожди, надо костюмы скрафтить. О! Вот это оно. Теперь мы настоящие руферы. Ай, блин. Ай, блин, мы настоящие руферы. Как говорится, язык мой враг мой. Теперь он даже не мог выйти на улицу. Я себя чувствую вот реально тем, в каком костюме я нахожусь. Потому что я сижу на крыше. Это не совпадение. Слышишь? Он-то сидит тоже на крыше. То есть, получается, мы воюем с типом, который делает точно так же. Его метод. Ой, там кто-то умер. О, лезет, лезет. Ах, мать какую? А, мать... Да, пластинку в мозгу у него поплавило очень плотно. Ну, отдыхайте, ребята. Пока. Что пока? Куда ты? Знаешь, когда... Знаешь, когда... С мой с чейнджером на софте заходит? Я уже софтер. Ой, привет, сюрпрайс. Ха-ха-ха, граната ему в ногу залетела. Ещё раз. Ещё раз. А у меня нет уже гранаты. Нику. Дяд. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, он умер. Ну, а сейчас я вам покажу, как правильно поступать с токсиками. Первым делом вы должны показать, кто в доме хозяин и разозлить его как следует. Сейчас улица будет пытаться идти, да? Да, прикольно. Дамаг не прошёл. Дамаг не прошёл. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И когда у него начинается истерический смех, и он сам внезапно киляется, значит вы на верном пути. Шаг номер два. Пытайтесь провоцировать. С позором, ливай уже сервера и всё. Хватит ныть. Сливайся, б***ь. Не плачь, хватит плакать. Ну хватит плакать. Ну пожалуйста, ну не плачь. Нет ты, нет ты, нет ты. Ты чё скинул там? Ага, двушек строчку. Ну ливай с позором уже и всё как бы. Естественно, после такого он попытается выйти и убить тебя, но ты будешь к этому готов. Ну пожалуйста, пыжи-пыжи. Ой, опять у него дамаг не прошёл по-любому. Итак, мы продипали ещё одну дверь. Что же делать дальше, вы можете меня спросить. А тут уже надо импровизировать. Ну не иди пойти, ну пыжи-пыжи-пыжи. Ты можешь взять двушку и ко мне прийти с двушкой, слышишь? Возьми двушку. И тут, пока я ковырял его локер, он открывает дверь. И теперь я понимал, как устроена его база. Я понял, как у него дом устроен. Уже сейчас он боится выйти из дома и пытается прокинуть гранаты в щёлку. Но у него ничего не выходит. Он себя взорвал. У него настолько на меня горит, что он пытается сделать это второй раз. Но тут он совершает критическую ошибку. Он умер. Чувак, я у него внутри. Я внутри, он с гранаты умер. Чувак, тут лут. Компоненты. Тут осталась последняя дверь до его лута. Он дверь открыл. Он снизу, снизу дверь открыл. Дверь открыл снизу. Можешь зайти снизу. Я тут, здорово. Контрид дверь, чтоб он не закрыл. Я сейчас заберу весь лук. А, ты тут ночью, я не закрыл. Фонарик нужен? Давай, скидывай. На, Томик с фонариком. Лутик, лутик, сюда. Теперь у него наступает третья стадия. Стадия принятия. Он понимает то, что все ресурсы, которые здесь были, забрали мы. Пиздец, ёбаный, я олень. Вот серьезно. Открывает, открывает, открывает. Ой-ой-ой, чувак, чувак, хорошо идет. Последняя гаражка с двух сторон осталась, смотри. А теперь наступает шаг номер три. Вы оставляете секьюрити, которые стоят у него под дверью с двушками, и идете крафтить взрывчатку. Ведь тогда он окончательно ливнет с позором. Отходите. Взорвал. Подожди. Он умер. Металл нашел. Там спальник есть у вас, Лена? Порох нашел, серу нашел. Металла много нашел. И теперь все, что вам остается сделать, это добить последнюю гаражку, которая ведет к шкафу. Изи, 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 изи. Ой-ой-ой, слышь? Ой-ой-ой-ой, тут окуп. Ты можешь идти отдыхать, тут как бы ресов уже нет. Спасибо за порох, за тысячу скрапа. Спасибо, спасибо. И все, что ему остается делать, это стоять и плакать на ранчо в сейф-зоне. И смотреть, как все его ресурсы уходят к нам. И вы не представляете, как же мне было страшно слышать угрозу от типа, который остался бомжом буквально 2 минуты назад. Ну и естественно, после всего этого, он просто ливает сервера. Теперь у вас есть гайд от Папы Чиза, как правильно действовать с токсичными соседями. Ставь за это лайк. Конечно же, мы не верили в его угрозы, но подготовиться к потенциальному рейду, который даже может не произойти, всегда неплохое решение. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Курятник. Нам надо собрать сейчас ребят, которые будут яйца собирать по ночам. За определенную плату. Все, двери у нас везде готовы. А стрелка у нас есть минимальная. Теперь наш дом был полностью готов к любому рейду. И все, что нам оставалось сделать, это провернуть наконец-то наш бизнес-плен. Прежде чем искать рабо... Кхм, то есть курочек, нам нужно было отстроить небольшой загон. Для этого я взял бензопилу, выпил чай и пошел на плотный фарм дерева. Ры-па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам. Ры-па-па-па-пам-папапапам-пам-пам-пам. Как мы можем? Насколько далеко? Вот здесь, наверное, вход можно сделать, да? Вот здесь такой заборчик. прям большую-большую территорию надо делать фух но этим и не будем и так чисто эту скалу сейчас заберем чтобы ну наши могли спокойно фарм вот так и обнесем сейчас только нам придется по ходу вот так и вот эту скалу забирать все нам хватило забора а теперь мы здесь построим небольшой курятник такой ровненький из этих из стекол часа после того как территория была полностью ограждена нам оставалось всего лишь построить небольшой амбар вот здесь у каждой курочки будет окно чтобы новинка видно в просто вот комнатке можно будет два на два вот такие делать им да и каждому в комнату короче поставить камеру на проектирование и строительство мы потратили больше часа и мы даже не успели все это застроить как вдруг к нам приходят первые желающие а что тут делаешь зачем сюда прыгаешь ты чё только стартуешь можно сказать о так ты нам нужен тогда слушай тебе нужна работа ну да ну ты должен будешь собирать яйца в уникальном костюме и если вы понимаете то слово работа со временем оставалось только слово раб это будет ферма яичная мы сейчас все подключим это у каждого из вас будет комнатка своя мы будем вам помогать защищать оружие давать но вначале нам нужно было закончить автоматизацию вам все отлично алло 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 бомж подходи сюда у нас быть может для тебя работа скоро появится высокооплачиваемая что скажешь жилье прилагается кстати не если он придет мы мы выделим ему вторую комнату типа вы можете прям рядом жить ох знал бы этот парень куда он попал но теперь раз он согласился здесь жить он должен был принести нам 5000 дерева давай давай как на фармишь возвращайся мы тебя ждем а в это же время мы с ребятами все продумали и проводили в каждую комнатку специальный ящик откуда бы выкачивались яйца все чего нифига сразу красота какая неплохо так а теперь все на на подключаю прикольно кстати трубы выглядят на занимайся я пойду пока таблички маленькие повешу яйца и стрелочка вниз в общем спустя мгновение у нас уже было готово 8 полноценных комнат и теперь нам оставалось найти только рабскую силу ах да забыл сказать на нашей территории действовал строгий дресс-код и сейчас вы поймете о чем я сейчас слышишь устроим рабство куриное так у нас тут дресс-код строгий ходим только в куриных костюмах хорошо в общем смотри это амбар для всех новичков которые хотят здесь жить эту дверь не обязательно мы ее можно перепрыгивать еще давай давай надо тренироваться на жердочку прыгать давай об каждый постоялец в этом курином костюме когда время ивента должен собирать здесь яички для этого есть огромная территория вот и яички надо складывать вот смотри в маленький ящичек вот сюда а за это мы будем платить вам всякими приколами там оружием и так далее все понял сейчас мы еще одного запустим выходе и вы не поверите но желающих новичков попасть к нам в рабство было очень много ты должен тренироваться прыгать через жердочку смотри видишь мы уже все натренированы у нас тут строгий дресс-код только в костюме курицы мы запускали на свою территорию абсолютно каждого и через некоторое мгновение на нашей территории уже было больше 20 человек капитан она она по на всех яичек хватит сейчас будет весело как только яички заспавнится у вас тут очень много будет сбора мы сразу будем золотые яйца собирать и все было бы совершенно неплохо если бы один из этих рабов не сливал инфу клану вы когда собираете лицо вы смотрите в центр потому что яйца спавнится новая туда куда вы смотрите о чувак нет чё нам повезло нам очень повезло нам очень повезло блять вообще влево не 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 возвращайтесь вы куда возвращайтесь мы сейчас отстроим от испугу все наши курочки в надежде скрыться забежали в наш амбар а нам нужно было срочно застраивать дырку ведь никто не знал что будет дальше и дабы мы могли подготовиться к тому что нас придут рейдить нам нужно было распределиться по этому амбару заходи не бойся так мы сейчас будем каждому выдавать свою комнатку придется походу еще строить но ничего страшного у нас ведерко нет но по очереди будем пойдем сюда твоя комнатка будет офигеть держи тебя и вы просто взгляните сколько было желающих заселиться в нашем мини-отеле о мистер мьюз давай ты заходи держи в записку скину в этот ящик нет и вот в ящик скидываю лут свой мы твой лут трогать не будем нам только яйца нужны и все все что у тебя будет то твое ну мы отобьем не бойся мы тут всех убили на эффекту жил на этом острове держи это пароль тебе записку прочитай и скинь в ящик просто чтоб не это до заселить всех в эти маленькие комнатки было очень проблематично но мы справились и теперь нужно было объяснить им правило так а так в целом вы можете заниматься всем чем хотите но когда ивент бегите сюда и тут собираем яички я думаю мы сделаем грязь желательно до до потемнения потому что знаете вот куриная слепота вся фигня короче ночью никто ничего не видит Возвращаться домой а вот например вот эти вот а если нас какая-нибудь курочка нехорошая вот какая-нибудь курочка нехорошего забьет все мои ресурсы зарейдит меня не 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 я думаю мы не допустим этого лифт в нашем доме конечно был очень удобным но иногда случалось и такое Нормально ты выдал аааа и спустя мгновение начинаются первые сборы давай давай наберите время яичек этот я вижу халтуру халтуру кому курицу убивают Мы его убили Корса Корса это ж наш сосед Собирайте, собирайте яйца Собирайте яйца Нам нужны яйца, яйца собираем И чтоб вы понимали, все наши ребята Были в топе по сбору яичек Чувак Откуда у нас 8 бронзовых яиц А ну сейчас смотри, появится Да, 170 Смотри как пошли Подожди, надо открывать наверное, да? На этот раз все собранные яички Мы решили открыть, ведь с корзинами Мы могли насобирать намного больше Слушай, бизнес пошел А еще на сервере появился Тот самый сосед, у кого в доме У меня лежали спальники Слушай, пока он тут АФК стоит, я у него в доме сейчас появлюсь Тут закрыто все Тут пайп он скинул Он без патронов Но я думаю у них ничего нет в доме Потому что он голый стоит, видишь? Он бы так уже стрелял с крыши Ну а чтобы наши работяги Жили в комфорте Мы даже поставили им второй верстак Так, это все для вас Хотите, изучаетесь там Да, отойдите Зачем ты кинул, чувак? С каждым разом у нас появлялось Все больше неадекватных пареньков Которые пытались все заруинить Поэтому мы их просто выгоняли Кто это был? Один из двух этих Его кентик Мне кажется, уже весь сервер знал То, что здесь находится Такое странное поселение И каждый хотел заселиться Именно к нам Дрескот А можно моего тиммейта еще одного? Да, да, да Мы построим вам Одну большую комнату Если хотите И некоторые помещения У нас получались Действительно атмосферными И все было бы слишком просто Если бы не проснулись Наши соседи Которые любили пострелять с болта И теперь Нам нужно было с ними Что-то делать Почему вы стреляете в нас? А почему вы в нас стреляете? Почему в нас стреляете? Почему вы в нас стреляете? И именно Когда я к ним подошел Я кое-что узнал Подожди Ах ты крыса Ах ты крыса То есть техник с вами, да? Вы живете в этом доме, да? Мы забиваем вам стрелу Наша чекен армия Скоро придет к вам Мы будем рейдить вас камнями Давай, давай Так что будьте готовы У вас есть Полчаса на размышления После чего Я прибежал домой И дал всем указания Оформить серу А сам в это же время Занимался плавкой и крафтом Блин, пороха надо оставить 100 экспы Это еще 10 ракет, да? И у нас в сумме Получается Сколько? В сумме Получается У нас около 40 ракет, да? Выйдет Нормас Слушай, так нам уже хватает Пойти их зарейдить Надо ракетницы крафтить На весь крафт Нам понадобилось Потратить 30 минут И теперь у меня Оставалось Только собрать Всех ребят воедино Курочки Все на улице Собирайтесь И надевайте костюмы А ты хочешь в костюме курицу Все? Ну все пойдут Конечно Так, давай знаешь Как сделаем Ты тоже ракеты Возьмешь на базуку Это тебе вот ракеты Тебе побольше будет Потом пончику Тоже столько же ракет И хоть большинство Из этих ребят Были новичками Мы решили выдать им ракеты Чтобы это был их Первый запоминающийся рейд Можно тоже прейдить? Можно тоже прейдить? На, держи, можно Держи Я скажу, когда стрелять С базуки И покажу, куда Все, перезаряжайте базуки Погнали за мной Стреляем ракеты Друг пи*** Друга И бегайте Подоцем взорвете Вперед, курочки Вперед Стрелять с ракетницей После первого выстрела моего Увидите, куда я стреляю? Вначале стреляют всего трое Пищим А потом мы лупим вместе В бой Они в онлайне Сейчас будет жестко О, один минус уже Вот сюда, смотри Главное, вперед не идите Дальше рубим Рубим в потолок В потолок рубим Запрыгиваем Рубим потолки Рубите потолки И не двигаемся Кого-то взорвал Рубите дальше Если есть ракеты Взрываем Взорвал Прыгаем Курочки Прыгаем Десантируемся Курицы Лутайте Чувак Тут вообще Это фига Всего Тут корзины Тут экспо Лутаем Все Что видите Блин Что-то за рейд Был Две минуты Они даже Не поддефались О, корзинки Типы слишком слаженно Просто отстрелялись Че-то тут Лут какой-то у них О, и гандраб Сверху убивает Забирайте все Что видите Уходим домой Мы избавились От рувкемперов Идем домой Блин, чувак Это Самый быстрый Рейд В моей жизни Был наехать Чуваки Ну как так Я же говорил Мы вас придем рейдить Вы что Не подготовились Вы даже Ни разу Не стрельнули Я думал С вами зарубиться Постреляться Че за фигня вообще была Да не было У нас ничего Ё-моё Зато мало того Что мы избавились От одного предателя Теперь наших курочек Никто не убивал И мы могли Спокойно Собирать яички Собираем яйца И складываем Их в маленькие ящички На улице яиц будет больше Можете на улицу выйти Чем больше яиц будет Тем больше яиц будет Конфуция Чисфуций Забирайте первое место Че так слабо Отрабатываем Отрабатываем Комнаты Но некоторые жители Этого острова Хотели поубивать Наших курочек Поэтому мы с ними Сразу справлялись Вот он кидается Яйцами Вот этого Да Рубите его Да Скидывайте яйца В это В ящики Которые налутали Скидывайте яйца В ящики Король Этой ночью Вы отлично потрудились Поздравляю курочки Мы собрали Золотое яичко Сейчас будем Открывать Аааа Что это Мужики Золотое яичко Открылось Это золотое яичко Открылось Или что Золотое яичко Блин Они уничтожили Наш курятник Надо восстановить его Понч Все трубы Уничтожены Но восстановить Этот амбар На самом деле Не составило и труда На этот раз Шкаф мы укрепили В камень И так как у нас Оставалось еще Самую малость ракет Мы знали Куда мы их потратим Все Все получили ракеты Берите по две ракеты По очереди Ну ты Ты уже взял Таурин Скинь ракеты Идем за мной Прием Итак Наша армия Доблестных рейдеров Отправляется в бой Там пулик Все мы в последний Мы в последний бой Идем Тут с пулика Чел стрелял Вот пулик Чел А вот этот тип Походу Который Да Взрывайте нахер Три ракеты Три ракеты Стреляем Еще один 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 Стрельни И все Последний Все Не стреляем У него ракетница Есть Сачели Идем дальше Идем дальше Дом Снизу Рейдить И это была Не простая Рандомная Крепость Это были Клановые Игроки Которые Забили нас Толпой В прошлом Теперь Настало Время Мстить Рубите В металл Блин Нормально летит Слышь Нормально пошло Дело У них тут даже Шкафа нет Что? Ой Тут куча Ресов О Мы шкаф Нашли Капец Тут Ресов Ракеты Сишки Ой Смотри Сколько Тут Ресов Хватайте Все Что Видите Тут Куча Оружия Забирайте Все Таким Образом Мы избавились От всех Ближайших Кланов Которые Находились Рядом С нами И у нас Появилось Огромное Количество Ресурсов Ну это Ну это еще Не конец Данной Истории Впереди Вас Ждет Супер Игра Сейчас Три Команду И только Тогда Приступайте К сражению Команда Будет В виде Выстрела С ракетницы Ну что Вы готовы Капитан Три Два Один Поехали Заруба Блин Как они Смешно Бегают Это Все Жесть Минус Один Вот это Рубиова Вот это Рубиова Там Флотная Слышишь Давайте Давайте Смотри Там Погоня Идет Жесткая Курочки Дерутся Курочки Добивают Друг друга Веду Репортаж Я вижу Преследование Два типа Преследуют Стефанова Деритесь Деритесь Как мужики Деритесь Как курицы Наверху Бал Победитель Будет Последний Герой Вам Все равно Придется Сражаться Друг с Другом Это Была Жестокая Резня Курочек Но После Этого Мы Сделаем Крышки В Какой То Момент Даже Я Решил Поучаствовать В Этой Битве Иди Сюда Давай Теперь С Королем Куриц Сразись Давай Давай Сразись Королем Куриц Двери Давай Ну вы конечно Выдали тут Жарку Так вот Помните Я вам уже Говорю Что один Из нас Был Шпионом Клана Которые Как раз Такие Запускали В нас МЛРС И пока Мы здесь Вовсю Веселились Они Собирались На рейд Нашей базы Но Но они Они даже Не догадывались Что мы К этому Были Очень Серьезно Подготовлены Я Знаю Это Я Это Знаю Говорят Корова Летит Корова Корова Надеюсь К нам Да Да К нам Они К нам К нам К нам Прилетели Сущих Много Все Ныкайтесь Дайте им Подойти Пускай Пончик Пришли Рейдит Нас Дайте Металла Пожалуйста Напоследок Напоследок Металла Можно Меня слышно Нет Нас Рейдить Идут Да Я Слышу Чувак Их Много Их Много Их Очень Много Ну Нормас Ладно Они Со стороны Раньше Они со стороны Раньше Вы готовы Рубиться Нет Готовы Ой Ой Чувак Пошло Дело Мне кажется Один Умер Раз Два Три А Они За Коросы Строят Киба Четыре Рейдят Это Че Было Это Одна Ракета Какая Это Зажигалка Была Он Мне Ее Пулял Блин Они Там Серьезно Настроены Он За ракетами Пулял Минус Минус Накидыватель Меня Взорвали Одного Убил Знаешь Куда Рейдят Чувак МВК Фейк Они Фейк Рейдят Одного Убил Который Накидывал Я Там Двоих Убил Где Они Второго Убил Под Стеной Убил А Мне Дали Солки Кидай Гранаты Кидай Бомж Взорвал Взорвал К нашему Главному Входу Калашист Пошел У Нашего Главного Калашиста Убил Битый С Бегут 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 Еще По заборам Ракеты Несу Унес ракеты Ракеты Сейвлю Они Со стороны Тов Время Сейчас Двое Ракеты Пригодятся Чтобы Потом Фигачить Там У них Турели На питонах Чуваки Они Бомжи Справа 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 Кидая Гранаты Убегает Один Дал Хит Ему Не дам Ему Выйти Он Под Кибит Ки Стоит Каменной Тут Еще Белый Сет Это Все Что Ли Пойдем Пойдем Слышь Контер Рейд Делать У кого Ракеты У кого Ракеты Пойдем Контер Рейд Делать Убил 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 На крыше Пойдем Контер Рейд Пойдем 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 Они Взрывают Забор Взрывают Турель Взрывал В окно В окно Будем Сейчас Залетать В окно К ним Вы где Поднимайся На крышу К ним Я сломал Ноги Да Уйдите Меня Чуваки Убил Я Внутри У них В Кибе Чувак Все Я Внутри Тут Сишки Я Тоже Я Тоже Внутри Это Что За Вред Все Что Лег Забрал Это Что Ли Все Походу Минус Турели У них Где Авторизация Шкафа Делаем Блин Чуваки Что Это За Рейд Все Не Не Убивайте Их Не Убивайте Дайте С Неми Поболтать Ребят Ну Че Че Это Было С Да Я ХЗ Мы Просто По одному Сету Постреляться Я же Говорю Нас Пришли Смотри Нас Пришли Рейдить Мы Забрали Там Че По Взрыв Ну И Просто Прикол Решили Че Поставить И Попробовать Мы Особо Так Рейдить Особо Не Умеем Мы Такие Начинающие Пойдем Вы Пришли Нас В Онлайн Рейдить Пойдем Я Думаю Нам Ну Ну Будем честны У рейдеров Просто Не Было Никаких Шансов И Чтобы Они Сильно Не Расстраивались Мы Решили Провести Им Экскурсию По Нашему Домику Только Стой Гантрапы Стой 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 У нас Тут На Деф Там Все Готово Было Видишь Секретная Комнатка Пойдем Вижу Вижу Да На Застройку На Застройку А Мы Еще Подготовились До того Как Вы Нас Пришли Рейдить Нас Сегодня Уже Пытались Как Быть И Рейдер Чекай Не Да Было Забавно Было Забавно Вон Смотри У Нас Тут Даже Шкафа Здесь Нет Типа Он В Другом Месяц Находится А Вы Рейдили В Эту Стенку Смотри Да Вот В какую То МВК Стенку Я Думаю Ну Вы Заслуженно Как Вы Можете Забрать Свои Ракеты Вот Смотри Я Думаю Это Все Ваше Но Они Забирать Эти Ракеты Отказались И Тогда Вместе С ними Сообщаем Мы Решили Устроить Саморейд И Зарейдить Шкаф Все Можете Смотреть Но Тут У нас Ничего Нет Мы В Бункере Ничего Не Сейвим Все Ребят Фейерверк Чисто Погнали Пока Ребят Это Конечный Фейерверк Ура Но Я Знаю Что У вас Осталось Еще Слишком Много Вопросов Например Что Нам Выпало Золотого Яйца И Куда Оно Вообще Делось Открывай Золотое Яичко Неееет Нееет И Чтобы Узнать Ответ На Этот Вопрос Вы Должны Зайти В Мой Телеграм Ведь Именно Там Вас Ждет Дополнительный Контент Ну А перед Тем Как покидать Этот Сервер Мы Пофоткали Со Всеми Ребятами И Развесили Везде Фотографии Чтобы Все На Этом Сервере Знали Какие Отважные Курочки Здесь Обитали Вот Это Я Понимаю Уровень Именно На Контента Ну А сейчас Настало Время Титров Редактор субтитров Корректор Субтитров